Меня вообще немножко так раздражает, когда, знаешь, людям, которые решают заняться бизнесом, говорят, пойми свою миссию, да, пропиши миссию, и только тогда у тебя попрет. И люди сидят, знаешь, выдумывают разную херню, пишут что-то, смотрят на другие миссии, к себе это пытаются как-то примерить, такие, господи, у них там какие-то миссии такие огромные, а я не могу ничего, я и туда присоединиться не могу, а то, ради чего я на самом деле хочу бизнесом заняться, это такая мелочь. Ну, то есть это какая-то херня, и из-за этого очень многие ничего не начинают делать. Я многим говорю, что о миссии нужно думать тогда, когда ты планируешь развиваться, когда у тебя уже получилось, ты уже окупился, ты уже понимаешь, как зарабатываются деньги, ты уже что-то делаешь, у тебя постоянно идут доходы, идет прибыль, ты собираешь какую-то команду, вот тогда ты можешь подумать о какой-то миссии, потому что, когда ты уже выходишь в большой рынок, уже нужно что-то заявлять о себе, понимаешь, и вот тогда, да, нужно задуматься, зачем я это все делаю, что я хочу глобально изменить в мире или в жизни там моего клиента, или в государстве, или в городе, в котором я живу, вот я это делаю уже потому что, не зачем, а потому что, да, почему ты это делаешь. И вот тогда ты можешь об этом заявлять, ну вот, допустим, миссия Амазон, да, быть самой потребительской компанией в мире, где люди могут найти и купить все. Для того, чтобы ее реализовать, нужно вначале заработать деньги, то есть так Амазон и делал, они вначале, то есть продавали что-то одно, там, возможно, не знаю что, я не помню, какая у них там была бизнес-модель, но они ради этого зарабатывали деньги, чтобы сюда прийти, то есть не начинали, мы будем собирать у себя всех там продавцов, будем расти в доставке, будем добавлять там варианты доставки, потому что они бы сгорели очень быстро, понимаешь, для того, чтобы так вырасти, нужно зарабатывать деньги. Абсолютно любая компания зарабатывает деньги, а потом только она уже может прийти к этой миссии. Если ты начинаешь с миссии, у тебя фокусировка на другом, тебе нужны деньги, в тебя никто не поверит. Если компания, понимаешь, некоторые говорят, а инвесторы, а инвесторы инвестируют только туда, где есть деньги. Если компания умеет зарабатывать деньги, в нее будут инвестировать. Не умеет как бы ни один здравый инвестор не проинвестировать, ну там мама, может быть там, не знаю, муж поверит в тебя, не более. Поэтому если вы сейчас задумываетесь о миссии и тратите очень много сил и времени на то, чтобы ее как-то там составить, прописать, то вначале подумайте о том, а на чем вы могли бы зарабатывать деньги, чтобы вам было и приятно, и комфортно, и действительно вам хватало этой суммы. Для того, чтобы это понять, пройдите тест абсолютно бесплатный, оставлю его по ссылке в описании под этим видео и двигайтесь к своему чему-то большому, значимому, но вначале заработайте деньги. Я помню мое вот это состояние, когда я занялась торговлей, у меня было очень мало денег, и я продавала книги, понимаешь, я их продавала не для того, чтобы в этом городе все наконец-то начинали читать нормальную литературу, я понимала, что это то, чего в этом городе нет, я могу этим заниматься, я в этом хорошо разбираюсь, и мне хватает денег на этот бизнес. И я начала заниматься, и у меня была моя миссия ходить в магазин и не смотреть на цены, это была моя большая глобальная задача для меня на тот момент, это было 22 года назад. Понимаешь, а если бы я думала о том, а что же такого глобального я хочу, сейчас я понимаю, чего я хочу, сейчас я знаю, для чего я это делаю. Я хочу помочь женщинам стать самостоятельными за счет своего бизнеса, это не знать, что там, уйти из семьи, бросить своего мужа, бросить своих детей, а быть самостоятельной женщиной не зависит ни от кого, иметь такую возможность. И я помогаю, я над этим прям тружусь, для меня это важно, для меня это ценно, потому что был период, когда я была финансово зависима от своего мужа, я могу сказать, что я была несчастной какой-то, мне было хорошо. Это вот такая обычная жизнь женщины, когда, как это, папа умный, мама красивая, и я в этом кайфовала, но я поняла, что, ну, это не мое. Я, знаешь, когда поняла, я рассказывала эту историю, когда мы с мамой пошли в магазин с шубами, да, и я случайно померила соболя, который стоил там 40 тысяч долларов. Я его на себя нацепила, я говорю, господи, это моя мечта, я ее хочу, и потом я посмотрела на ценник и говорю, ничего, что я ее вообще потрогала, да, я не знала, что она такая дорогая, я бы к ней даже не подошла. И я пришла домой, я спросила у мужа, он тогда столько не зарабатывал, чтобы купить такую шубу, я у него спросила, говорит, ты мне купишь такую шубу? Я ожидала, что он мне просто скажет, да, конечно, любимая, он мне сказал, нет. Я говорю, а почему, он говорит, ну, это неразумно, ну, шуба не может стоить, как нормальная машина. И мне было так обидно, ну, то есть, посоври, лучше соври, да, чтобы погреть мое вот это, я же девочка, я же бросила свой бизнес, чтобы быть с тобой, чтобы быть твоей женой хорошей, матерью твоим детям, да, и вот ты мне такое говоришь, то есть, я бросила, я бы могла сама заработать на эту шубу, но я ради тебя бросила, да, то, что могло мне давать вот эту самостоятельность и самой принимать решение, что я себе куплю, и ты мне просто отказываешь. А я его наводила на мысль, я говорю, а если ты вдруг будешь зарабатывать там по 50 тысяч, по 100 тысяч в месяц, может быть, тогда он говорит, нет, это неразумно. И вот мне тогда стало обидно, я тогда ему сказала, ты знаешь, я тогда сама себе заработаю на такую шубу. И он сказал, я боюсь, что когда ты заработаешь на такую шубу, ты от меня уйдешь. И мне от этого стало еще более обидно. Наверное, он не это имел в виду, но я это считала, как будто, что я с ним, потому что он меня содержит. И мне от этого стало нереально обидно. И я понимаю, что каждая женщина может зарабатывать. Это не значит, что она будет без мужа жить, это значит, что она будет самостоятельно и сама сможет решать свои задачи, свои хотелки реализовывать. И иметь возможность осознать, а что еще твоя миссия, кроме детей и кроме того, как быть там хорошей женой, хорошей невесткой, хорошей дочерью. Если твоя миссия, я не знаю, облегчить женщинам мастеринство, да, и ты занимаешься продажей, я не знаю, там, курилок, да, но оно не складывается. Деньги-то ты заработаешь. Если ты потом в это уйдешь, возможно, ты деньги зарабатываешь сначала на одном, для того, чтобы потом запустить другой бизнес, который будет уже помогать твоим людям, о которых ты думаешь. Как это было у меня? Я же не думала о том, что я хочу торговать книгами. У меня не было ни мечты такой, я хотела заниматься водой, да, людям доставлять чистую воду. Мне очень хотелось этим заниматься. Денег у меня таких не было, опыта не было, мозгов таких не было. У меня было 150 долларов. И то есть я смотрела, что да, я хочу вот этим заниматься, но у меня деньги есть только на закупку первой партии книжек. Понимаешь, поэтому человек может думать о чем-то глобальном, а располагать ресурсами только на то, чтобы закупить там два ящика курилок, продавать курилки. Даже вспомни, предприниматели, все на сегодняшний день крупные предприниматели, на которых мы смотрим, они начинали же не с того, чем они занимаются сейчас. Они начинали с челночества. У них деньги были только на это и возможности в то время были только на это. И они для начала занимались этим, потом учились, развивались, двигались, вкладывали, росли, росли. И на сегодняшний день мы на них смотрим и восхищаемся ими. Даже вспомнить Галицкого, да, ну это такой предприниматель, за которым стоит наблюдать, которого стоит послушать. Он начинал не с сети магазинов по всей России, где можно купить любые продукты по доступным ценам, а он начинал с дистрибуции, что там, Джонсон и Эйвен, по-моему. То есть он начинал с того, с чего смог начинать. А потом он вырос, да, а дальше уже человек построил стадион, открыл клуб. То есть сейчас он живет совершенно другим, понимаешь, то есть он пришел, наверное, вначале он не думал о том, что он построит стадион в Краснодаре, да, такое значимое такое место, серьезное. А начинал он с обычной торговли, зарабатывал деньги. Тогда было такое время и тогда были возможности только на это. И мне кажется, что многие видят сейчас там в своих городах каких-то, да, людей значимых, которые сделали какой-то вклад или делают какое-то классное дело. И поделитесь этими историями, с чего люди начинали, чтобы люди почитали, вдохновились и понимали, что их маленькая какая-то идея, возможно, вырастет во что-то крупное, глобальное, значимое для всего мира, возможно. Давайте обсудим эту тему в комментариях.